3 августа 1914 года немецкие войска вторглись в Бельгию, которая придерживалась нейтралитета. Германское командование собиралось быстрым маршем пройти через бельгийские территории и вторгнуться во Францию, но неожиданно встретило ожесточенное сопротивление. В ответ войска Кайзера развернули террор против местного населения, независимо от пола и возраста. Жители оккупированных городов выстраивали на площадях и казнили каждого десятого. В Андыне расстреляли 211 человек, в Динане 674. С самого начала слухи о зверствах немецких солдат стали использовать в английской, французской и российской пропаганде. Добро пожаловать, благородная Бельгия! Жертвуй фон Бельгийского Красного Креста! Немцы используют женщин и детей в качестве живого щита во время атаки. Объявляется сбор пожертвований бельгийскому мирному населению. Помним Бельгию! Записывайся в армию сегодня! Агитационная кампания в газетах и журналах началась еще до мобилизации армии. В российской прессе одним из главных приемов пропаганды стала карикатура. Кайзер Вильгельм изображался умалишенным в больничной палате. Простая русская женщина легко справлялась с немецкими захватчиками. Тиражи сатирических журналов росли. В картинках восхвалялась сила русского духа. Свой вклад в патриотическую карикатуру делали известные художники того времени, например, Малевич. Национализм, охвативший прессу, он, безусловно, был одной из причин войны. Но национализм, я подчеркиваю, это был национализм не только в прессе. Это время, когда рождались национальные оперы. Это был Глинков, Вагнер, Верди, это же национальная опера, национальные театры. То есть нация была главной модной фишкой. Естественно, пресса очень активно развивала эту тему и во многом готовила войну. И, безусловно, когда война началась, она потеряла всякую объективность. При Министерстве иностранных дел Великобритании было создано бюро военной пропаганды. А во Франции при генеральном штабе появился отдел военной пропаганды, задачей которого стало воздействие на вражеских солдат с помощью листовок. Еще одним приемом стал выпуск подложных газет и писем. Эти агитки разбрасывали над немецкими позициями с воздушных шаров. В 1917 году в информационную войну включились США. Там появился комитет общественной информации, сотрудники которого оперативно передавали населению новости с фронтов. Разумеется, в нужной интерпретации. Пропаганда активная велась и союзниками по Антанте, и австрогерманским блоком в Соединенных Штатах, для того, чтобы американское общество перетянуть на свою сторону. Там жестокая борьба шла именно за настроение общества. И, в общем, Антанта эту войну выиграла. Можно сказать, скажем, гибель Лузитании была использована пропагандой Антантовской на 150%. Немецкие сводки с полей были наполнены сообщениями о победах германской армии. Информацию о недостатке продуктов и голоде цензура не пропускала. Немцы старались вести и контрпропаганду. Одно из французских газет через подставных лиц попытались заплатить 10 миллионов франков, но редакция отказалась изменить свое отношение к азеровской Германии. Вслед за своими противниками немцы прибегли к фальшивкам. Например, на Восточном фронте стали разбрасывать листовки с подложным обращением русского царя. Солдаты, в самые трудные минуты своей жизни обращается к вам, солдатам, ваш царь. Возникла сия несчастная война против воли моей. Она вызвана интригами великого князя Николая Николаевича и его сторонников, желающих устранить меня, дабы ему самому занять престол. Солдаты, отказывайтесь повиноваться вашим вероломным генералам. Обращайте оружие на всех, кто угрожает жизни и свободе вашего царя, безопасности и прочности дорогой Родины. Несчастный ваш царь Николай. Масштаб российской пропаганды уступал агитации других стран. Печать могла воздействовать на офицеров, но не на русских солдат в массе своей малообразованных. В то же время в России произошла февральская революция, а следом большевики развернули эффективную агитационную кампанию. Их призывы были простыми и доходчивыми, а лозунг «Долой войну» после нескольких лет тяжелых окопных боев нашел отклик в сердцах рядовых русской армии. В 1917 году началось повальное дезертирство. Я думаю, что одна из проблем, наверное, важных Первой мировой войны – это, конечно, отсутствие правильной пропагандистской работы в войсках. Я думаю, что это одна из проблем, что пропаганда в войсках велась традиционными способами, предлагая традиционные ценности, верность царю и Отечеству, православию. Тогда как ситуация была немножко другая. И то, что армия во многом была охвачена большевистской эсеровской пропагандой, конечно, свидетельствует о том, что в такой пропагандистской работе власть была очень пассивная и традиционная. За коды войны над немецкими позициями французы распстранили 29 миллионов экземпляров листовок. В последние дни численность агиток, забрасываемых на территорию врага, доходила до 100 тысяч листовок в сутки. После подписания пакта о капитуляции некоторые немецкие военачальники заявили, что Германия потерпела поражение не на поле боя, а стала добычей иностранной пропаганды. После Первой мировой войны появились специальные кафедры в университетах, были написаны десятки исследований. Информационное оружие взяли на вооружение все страны мира, чтобы использовать его до сих пор.